МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это первый объем инвестиций, в том числе почти полтора миллиарда рублей. Это не окр. Мы в соответствии с тем соглашением, которое подписали в прошлом году, с вашим присутствием, взяли на себя все обязательства о том, что если сегодня абсолютно большая, как мерим, так сказать, рельгийная часть из всех этих запчастей приводится из Японии, то это уже в этом, на следующем году, и до 2021 года мы планируем, развернуться эти все мощности, то это будет производиться здесь, в Ульяновске. Компания работает в Ульяновске с 2012 года и производит коммерческие автомобили. Годовая мощность предприятия составляет 5000 шасси в год. Сегодня на высокотехнологичном производстве трудится 134 рабочих с заработной платой выше среднего по региону. Гостям провели экскурсию по территории и рассказали о новых выпускаемых шасси с автоматической коробкой передач. Автоматическая трансмиссия – это то, что нужно рынку легких грузовиков. И такое шасси появилось, оно будет представлено сегодня в ходе презентации. Это шасси с максимально разрешенной массой 7,5 и 9,5 тонн. Мы считаем, что это все еще легкотоннажная серия, но тем не менее на этих шасси установлены двигатели одного объема, но разных модификаций. Уже в этом году компания планирует расширить свой модельный ряд и вывести на российский рынок автомобиль с монотопливным газовым двигателем. Это позволит повысить годовой оборот предприятия и даст импульс для дальнейшего расширения производства. Посол Японии в России высоко оценил профессиональный уровень подготовки работников предприятия и качество выпускаемой продукции. Господин Казуки в целом дал положительную оценку экономической ситуации в регионе и назвал инвестиционный климат более чем привлекательным. Напомню, мероприятия форума будут проходить в течение 4 дней с 15 по 18 мая. Одним из центральных событий форума станет начало строительства российско-японского индустриального парка. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.